Всем привет! Меня зовут Илья и сегодня я буду делать новый тягоизмерительный стенд для испытания двигателей на карамельном топливе. Кратко напомню для новых зрителей канала, что у меня было два поколения тягоизмерительных стендов. По большому счету это были весы на 20 килограммовом тензодатчике на базе ардуино. Ардуино, а именно усилитель HX711 позволяет считывать показания за скоростью 10 измерений в секунду, ну или с небольшой доработкой до 80 измерений. Первая версия это версия с LCD дисплеем и деревянным корпусом. Собственно я ее использовал для теста всех двигателей тягой до 7 килограмм, пока весы не были уничтожены во время испытания топлива с добавкой алюминия. В целом больших вопросов к весам не было, кроме по большому счету бесполезности дисплея и нерегулируемого крепления для установки двигателей на стенд. Вторая версия это модификация по большому счету корпуса. Он стал металлическим, с алюминиевый корпус и стальные крышки, убран был дисплей и добавлены индикаторные светодиоды. Также я добавил регулируемое крепление для двигателей, которое позволяло испытывать двигатели диаметром от 25 до 100 миллиметров. Электронная начилка оставлена той же. Для большинства любительских двигателей такой конструкции хватает за глаза. Однако, если продолжать опыты с движками диаметром более 32 миллиметров, как с двигателями из 40 миллиметровых полипропиленовых труб, которые устанавливаются на Drake 5, так и с более мощными вариантами, то нужен более совершенный стенд. Причин тут две. Увеличение тяги, а значит и потребность в более мощном датчике. Тяга DKR39280PS составляет в пике 18 килограмм, и это не предел при использовании шашек вместо скрепленного заряда, и тем более при использовании профилированных сопел. Текущий тензодатчик ограничен пределом в 20 килограмм, хотя, как показала практика, все-таки способен измерять примерно до 25 килограмм с потерей точности. У меня же в планах движки с тягой до полутора-двух раз больше. Вторая же причина – это безопасность. Время от времени на опытных движках случаются внештатные ситуации, и чаще всего это выбивание задней заглушки, что приводит к тому, что двигатель вылетает со стенда, что может быть небезопасно. Да, двигатель я стараюсь все-таки поджимать, но он и не должен жестко фиксироваться. Поэтому хотелось бы корпус стенда сделать жесткой конструкцией, которая со всех сторон будет двигатель огораживать. Итак, я решил систему менять опять по минимуму. Для электроники оставить корпус от весов второй версии, а сам стенд сделать из стального профиля. Для начала рисую модель, как это будет примерно выглядеть. В итоге должна получиться вытянутая стальная клетка длиной в полметра, в основном по двигателе длиной 250-400 мм. Клетка, куда помещается двигатель, имеет длину 300 мм. Максимальный диаметр двигателя 40 мм. Да, это, конечно, небольшое ограничение, но движки с шашками от 25 до 35 мм с удлинением канала от 100 до 300 мм способны уже выдавать тягу до 50 кг, что уже более чем достаточно для любых целей любительского ракетстроения. Сам же тензодатчик устанавливается позади клетки на отдельной стойке. Итак, покупаю стальной квадратный профиль 20 на 20 мм и нарезаю на заготовке нужной длины. Также высверливаю отверстия в 10 мм для крепления в землю. Далее все части свариваю воедино. В итоге получится почти готовая заготовка для стенда. Ее останется только покрасить в несколько слоев краской и добавить крепление. Что касается креплений, главное это крепление для тензодатчика. В измерительной ячейке на 50 кг нужно зажать неподвижную внешнюю часть и прикрепить жестко к корпусу стенда. Подвижную часть язычок оставить свободным. Также нужно будет сделать поддержки, на них будут лежать и свободно перемещаться двигатели внутри стенда. Все эти детали дополнительно распечатываю на 3D принтере. Конечно они боятся температуры, но в общем случае контактировать с горячими частями двигателя не должны и по большому счету являются расходниками. Прежде чем их закреплять к корпусу, мне надо бы рассказать про электронику. Электроника, как я сказал, с прошлых стендов почти не изменилась. Сердце системы это Arduino Uno с щитом-логером, в котором встроены часы и слот для SD-карты, куда мы будем скидывать данные. Пара светодиодов и усилитель для весов на базе HX711. Он нужен для того, чтобы усиливать напряжение, измеряемое на тензи-датчике, чтобы оно было читаемым для Ардуино. Также я решил сразу сюда поставить реле для включения запала и, собственно, блок с двумя аккумуляторами 18650, чтобы сама Ардуино активировала запал и начинала измерение. Это сделано из соображения рациональности, так как в предыдущей версии нужно было включить стенд, начинался 15-секундный отсчет, во время которого нужно было отойти от стенда, а затем нужно было поджечь удаленный запал во время 60-секундного периода измерения. В реальности это все превращалось в беготню от стенда и обратно. Куда удобнее, чтобы электроника все делала сама. Кроме того, при испытаниях очень мощных двигателей лучше все-таки отойти подальше, и 2 минуты на это как раз должно хватить. Но самое главное про тензи-датчик. По умолчанию на 20-килограммовом тензи-датчике на HX711 4 провода, но в измерительной ячейке на 50 кг проводов только 3, и значит нужно будет это решить. Чуточку теории. Для измерения веса, как правило, используются 4 или 2 тензи-датчика. Использование большего количества тензи-датчиков позволяет скомпенсировать неравномерность приложения силы. Ну, скажем, когда вы встали на весы не точно по центру. Ну или свиная голяшка с кухонных весов свешивается с одного края. В моем случае же очевидно, что точка приложения силы только одна по оси двигателя, и одного тензи-датчика более чем хватит. Поэтому нам нужно доделать до конца мост Уитстона, и измерительный мост это электрическое устройство, которое является аналогом аптекарских рычажных весов. Это те самые весы, на которые вы должны были класть грузики и гирьки в 7 классе школы на уроках физики. В общем, это то же самое, только работающее на электричестве. Есть две ветви, два плеча, в которые включены сопротивления. Между ветвями установлен измерительный элемент, гальванометр. Ну или ноль индикатора, или вольтметр, или амперметр. Там возможны вариации, так как одно значение цепи легко высчитать из другого по закону Ома. Итак, воздействуя на плечи и усилие, можно изменять сопротивление. Это и будет считывать прибор. В нашем случае проблема в том, что у нас только одно плечо, поэтому нам нужно приделать и второе. В нашем плече два сопротивления по одному килоому, поэтому нам нужно добавить еще два. Ну и аккуратно припаиваем два резистора по схеме. То есть красный провод плюс подключаем напрямую, а плечи пропускаем через резисторы. Это собственно плечи и минус нашего моста. Чтобы проверить где что, нужно взять мультиметр и проверить сопротивление. Между плечами сопротивление будет 2 килоома, а между плечом и плюсом 1 килоом. В принципе должно быть, что красный центральный это плюс, а белый и черный это плечи. Ну а китайцам доверяй, но проверяй. Все аккуратно припаиваем, оборачиваем в термоусадку и изоленту. Ни в коем случае ничего не должно болтаться, так как любое непропа или геометрическое искажение повлияет и на точность измерений, и в принципе само по себе будет давать какое-то значение отличное от нуля. Скетч с прошлого раза также не изменился почти никак, кроме добавления зажигания и увеличения задержки с 15 секунд до минуты. Так что кратко. Включаем ардуино, инициализируем весы, карточку, пины, на которых стоят реле и диоды и начинаем обратный отсчет. Ну а дальше просто. По истечению таймаута включаем и замыкаем реле. Сразу начинаем писать данные на карту и пишем их по полминуты. За это время движок должен и зажечься, и отработать. Ну и по завершению измерения останавливаем весы. Да, предварительные весы нужно откалибровать, выставив в скетче нужный калибровочный коэффициент. Он может быть как положительным, так и отрицательным, если мы перепутаем плечи местами. Так что плечи перепутать вполне можно, но и не страшно. Для желающих поднять частоту измерений можно взять чип HX711 и немного перепаять, чтобы увеличить количество измерений с 10 до 80 в секунду. Для этого нужно 15-ю ногу микросхемы отпаять от земли и припаять к питанию VCC, ну или просто к 16-й ножке. Проблема здесь в том, что разводка земли находится под микросхемой, и чтобы отпаять землю, по-хорошему нужно снимать всю микросхему, разрезать землю, припаивать микросхему обратно и спаивать две ножки вместе. Не то чтобы это сильно невозможно и сложно, но я достаточно кривола в пайке, так что я обойдусь. К тому же у меня большой мотивации нет это делать. Переключение в режим 80 измерений добавит шума, а время работы движка в районе секунды-двух с разбиением на 10 измерений вполне достаточно для того, чтобы снять достаточно точный профиль тяги. Возможно это конечно и важно для измерения коротких пиков, но это скорее актуально для микромоторов, так что на любителя. Теперь, наконец, приклеиваем термоклеем заднее кольцо для ровного расположения двигателя и прикручиваем держатель измерительной ячейки намертво к стенду. Ну и стенд готов. Испытания же будут позже. Скетчи и схемы в описании этого ролика. А пока, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Оставляйте комментарии, и они помогают очень здорово для развития канала. Ну а желающие могут меня поддержать монеткой через донат или подписку на патреон или ютуб. Ну вот и все. С вами был Илья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok